Скандалы, интриги и самые красивые мужики. В общем, об этом выстали, не хочу говорить. Паленка накрутила миллион триста подписчиков. Это Даша, добрая, милая девочка. И есть Хилми, который, понимаешь, это мерзкое говнище, которое, понимаешь, рядом сидит. Мама написала, говорит, ты где? На драке. Потому что ты много людям гадостей сделал, ты ответишь за всех. Хорошо, как человек дно, днище опущено. Владос в силу своей харизмы сейчас вырос и преобладает себя как единственная личность, которая ни от кого не зависит, ни от Даши Корейки, ни от Игоря Синяка, ни от кого. На самом деле, добрый в жизни очень милый Хилми. Целый, целый другой необъятный мир. Да это понятный мир мужчин. Что-то непонятно. Других мужчин. Скандалы, интриги и самые красивые мужики. На ПВП арене аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Выпуск обещает быть скандальным. А как иначе, когда конфликт происходит у таких эпатажных ребят? Заранее, вы знаете, по нашим правилам ребята сами друг другу придумали представление. И мне ничего не остается, кроме как озвучить их. Сегодня он не будет так уверен в себе, ведь сегодня нужно решать конфликт с помощью слов и аргументов, а не с помощью перцового баллончика. Хилми Форкс. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ребят, ситуация такая. Я взрослый дядя, мне 35 лет. И если не трудно, на пальцах раскидайте конфликт. Что как? Из-за чего все началось? И чем все продолжилось? Ну, я скажу. Давай. Я знаю его с самых низов. С детства, как мальчика, бегающего с паленными кроссовками, по Москве, прибегавший ко мне в магазин на работу. Да, мы общались в контакте, в социальных сетях. Вот. И я изъявлял желание общения. Ну, как бы человек в часичке ко мне прибегал. Вот. Ты вот работаешь в таком месте. Ты снимаешь квартиру в Москве. У тебя есть макбук. Откуда у тебя деньги? Начался блогинг. Вот. Ну, и потом в процессе мы не взлюбили друг друга. Я скажу так. Мне делить с этим человеком абсолютно нечего. Это абсолютно разные окружения и абсолютно разные видения. То есть человек как делает? Вот. Ему нужно прохайпиться. Он начинает. Это, это, это. Трэш история. Это его история. И это зритель, как бы, я не осуждаю. Но просто, когда мне начнут приписывать какие-то разговоры, понимаешь? Какие-то конфликтные моменты, в которых я по факту реально, ну, как бы, не причастен, а человеку же нужно как-то. Взять. Смысл тогда сейчас здесь разговаривать, если я скажу свою историю, а он будет отнекиваться то, что... Этого не было. Так устроено, секунду. Так устроено. И один момент, подождите. Это же самое, откуда у меня был вопрос, это та же самая история, что в новогоднем выпуске Лунаком говорит, Даша Корейко продавала фотки за 7 рублей. Откуда это вообще х**а делась? С космоса. Ребят, ребят, вы вышли? Я так же могу сказать, что это шлюха. А я могу сказать... Ребят, это популярное, это популярное оскорбление у нас на конференции. Смотри, я тебе расскажу, как устроено. Так они, эти люди, которые берут просто информацию откуда-то, неоткуда и придумывают. А ты говори, ты говори ложь, броньё. Так вот, я же говорю смысл разгательщик. Ну давай в начале целую картину. Этого не было. Этого не было. У нас разное, у нас разное вообще общество, трэш. Человек, который начинал с х**а передевался в бабу, в платке. А сейчас посмотри, что? Был так и остался. Можно я скажу, пожалуйста, е**а? Был так и остался. А я разве вообще могу вас остановить? Что изменилось? Я сейчас объясню, давайте. Что изменилось? Бро, пять секунд. Что изменилось? Давай, пять секунд. Ребят, давайте послушаем, немного расслабимся. У нас есть небольшой аудио-отрывок. Дашу, я знаю через знакомых, своих близких знакомых, которые общились с Дашей. Даша добрая, милая девочка, которая максимально, максимально френдли и вообще слова. И есть Хилми, который, понимаешь, вот это мерзкое говнище, которое, понимаешь, рядом сидит. Это это самка и манекем, блядь. Момер два. И я скажу вам честно, я просто, когда берут над такими хорошими, добрыми ребятами, и берут контроль такие, понимаешь, тираны. А ты говоришь, что Даша Корейка такая милая девочка, хотя у меня сейчас включу аудио, где ты полностью засираешь ее, что она никто, что ты ее пнешь, что это вонючее существо, которое можно ебать только за деньги. И сейчас ты сидишь на стенке и говоришь, ой, боже, она такая милая девочка, она от каких-то близких друзей на стенке. Ты сидела в новогоднем выпуске и говорила. А, про это, хорошо. Давай, ты говори. Так, давай, по факту. Вот, сейчас я тебе включу аудио, где ты засираешь, Даша Корейку. Давай еще, давай еще это послушаем. Ты пока можешь рассказывать. Спасибо большое. Так, начнем с 2015 года из шикарной рыжей ветки, как в ДНХ, да? Значит, мы встречались с компанией, и у Кати Клэп была фан-встреча. И вот Хилми, такой добрый мальчик того года, кажется, старший, конечно, еще умнее походу. И мне предложился реально билет на фан-встречу Кати Клэп. И вот мы встретились, он реально мне... Я не помню, что там было конкретно, то есть, да? Мы селились на парке культуры в метро. Да какая разница? Все хорошо, это неважно, где мы тоже. Помнишь, у меня с памяти все хорошо. Не далее, не далее, я понял. Да, момент был следующий. То, что показывает Хилми на данный момент, у меня это, как у адекватного человека, ассоциируется именно с теми высказываниями, которые я сказала на стенке. Я их не отказываюсь, потому что, ну, как бы, грамотный, трезвый, адекватный, понимающий. Человек, мне кажется, как бы он смотрит и сравнивать может, да, как минимум. И смотри, это, возможно, твой образ. И твоя вот эта игра, даже перед началом данного, так скажем, шоу, ты мне говоришь, Влад, я тебя ***, тебе ***. Я сижу спокойно. Потому что ты много людям гадостей сделал. Я ***. Ты отвечаешь за всех. Хорошо. Так, стой, подожди. Как это низко выглядит, когда ты вместо того, чтобы предъявить какие-то факты, просто сидишь и обзываешь? Ну, странно, что ты защищаешь людей, которых ты вообще не знаешь. Как не сидеть, если ты сидишь и моего друга просто поливаешь говном из-за того, что… Так с каких пор мы стали друзьями? Знаешь, как ситуация выглядит со стороны? С каких пор мы стали друзьями? Нет, слушай. Сейчас знаешь, как картинка? Стой, секундочку. На самом деле тебя слушаю. Мы слышим мнение человека, который не хочет вообще не знать нашей ситуации и что-то говорить. Слушай, честно, я хочу… Ну, мне интересно. Ну, тогда уйди. Слушай, а мы пришли к тебе, я дам как-то раз на шоу, хватит, спасибо. Ребят, честно говоря, давайте еще раз. Ну, Луна, я тебе не дам говорить. Вы меня поправите. Да ты что? Потому что ты лицемеришь очень сильно. Хорошо, я тебе тоже не дам говорить. Ты лицемеришь. Хорошо. Я пока увидел, я пока увидел дальний какой-то конфликт, который почему-то вылез сейчас. Да потому что ему надо за что-то зацепиться, надо же всегда быть на хайпе. Конечно, зацепить. Есть Даша Корейка, на которой ты хайпишься. Все, она куда-то пропадет, ты как никто будешь. Мы друзья, мы друзья. А почему ты говоришь Даша Корейка на нем? Она говорит, Даша Корейка, зачем они ее уплетают, вообще не знаю. Игорь, скажи про свое мнение. Потому что она сюда с тобой не пришла. Ребят, давайте послушаем. Мое мнение на этот счет. Ну, я на самом деле здесь сегодня нахожусь не потому, что у меня какая-то ссора с Владом или еще что-то. Нет, я просто в последнее время общаюсь с Хилами. И так вообще вышло в жизни, что если те люди, с кем я общаюсь, я оказываю какую-то неподдержку. Ну, или поддержку, можно сказать, да, сейчас. Дело все в том, что ссориться я ни с кем не хочу, но немножко можно высказаться по поводу Даши. Ты говорил на стенке, что Даша это такой очень милый персонаж, добрый. На самом деле, добрый в жизни очень милый Хилми от Даши на самом деле. Ну, я ее очень люблю, но на самом деле это такой очень агрессивный маленький человечек. Слушай, я нашел аудиосообщение. Давай. Кстати, эта подруга страшненькая, вторая которая, она вообще очень смешная. Она писала всем парням, на которых я подписан в инсте, всем моим друзьям. То есть, каждый писал, привет, как дела, познакомимся, не хочется с нами встретиться. Представляете, насколько мерзкая подстилка дьявола. Ну, то есть, это реально просто полный . Ладно, все, достаточно внимания. Мне кажется, у них сейчас просто взрыв ануса случится. Знаете, в моем юморе есть... Ладно, давай до конца, давай послушаем. Там ты обсираешь опять. Слушай, ну давай. Конечно, естественно. Сама суть того, что ты засирал ее и так за спиной, это я знаю других людей. А сама твоя вот суть использования, как ты ходишь по головам людей. Ты же сам себя, давай честно, ничего не представляешь по сути. Конкретизирую. Потому что у меня есть видосы с влога Юли Пушман, где ты лезла ко всем в камеру, к Милене Чижовой, чтобы тебя только показали. Это твое, может, качество такое. Я никогда за свою блогерскую карьеру никому не лез в камеру. Покажите меня. Покажите меня. С полной стенку, с полной пушку. Давай так. Во-вторых, смотри, Влад, я договорю. Конечно. Как ты ходишь по головам, сначала ты выезжал на Лиане Гобозовой, на своей подруге, которой ты в итоге образно заставлял бухать на улице. Бутылку пива, ягуар. Ты выезжал на ней, я помню тебе историю. Мы с Владом дружим 7 лет. Наверное, мой первый лучший друг. Я с детства с ним дружу, мы еще были маленькие. Но сейчас ты, получается, на другой стороне, правильно? Нет, подожди, я не сказала, что на другой стороне. Я просто хотела высказать тебе свои моменты. Давай, давай, давай. Смотри, ситуация следующая. Я помню, что я очень много шуток твоих придумала, которые были в твоих видосах. Но ты их просто использовал и выкладывал. Но ты сам меня серьезно не воспринял, потому что я была младше. Когда ты ходил гулять с Петровым, с Барком и со всеми этими, ты меня оставлял и воспринял меня как шутку. И то, что я как клоун. И ты представлял всем, что я такая дурочка, короче. А теперь мы вспомним очень много моментов, когда и правда была компания у тебя не очень хорошая, когда ты говорил, Владик, все, мне это надоело. И много раз, когда я уже с Андреем даже не дружил, ты приезжал ко мне домой, мы с тобой разговаривали, я тебя поддерживаю. Даже сейчас, когда у тебя были какие-то проблемы, я не буду их озвучить, потому что это неправильно. Я уважаю эту историю, понимаешь? Я говорю, котик, я тебе перезвонил, перезвонил, ты не взяла, ты уже была занята. И даже вот я скажу один маленький момент. Леон, я реально вот эту, вообще всю историю, которая была, да, это же правда фантастически, потому что по факту, там сколько смеха, сколько юмора. Мне очень обидно сейчас осознавать то, что это, видишь, Лисовь там, ты могла бы сказать всегда мне, Владик, мне это неприятно, Владик там, и ты такой. И я всегда готов тебя был выслушать. Почему? Потому что даже когда были какие-то мои друзья, я всегда брал тебя в компанию, всегда говорил, это Леона Габозова до сих пор, понимаешь? То есть это смешно и весело. И мне сейчас все больше обидно, что когда ты ко мне даже домой приезжала, будучи уже, когда я жил, понимаешь, в новом месте, то есть ты была всегда вхожа в дом. И я всегда говорил, это Леона Габозова. Там все это как бы, да, когда ты мне всегда звонила ночью, я говорю, я даже недавно тебе звонил прямо, может, месяц там пару назад, и говорил, как твои дела? Что у тебя новое? Ты сократил со мной общение абсолютно, у тебя появилась новая компания, и ты меня просто исключил из своей жизни. Хилме, мы с тобой виделись в последний раз год назад, Влад. У тебя слезы на глаза. Хилме, подожди, Леон, давай послушаем момент. И вправду, интересы расходятся. Я тебе много раз говорил о том, что меня не очень интересует вот та история, в которой ты была. Почему меня не позвали на многие дни рождения? Ты сама знаешь, почему, причину. Я на день рождения... Нет, нет, послушай меня, не на... Ты мне на день рождения не позвал, кстати. Послушай меня, на день рождения вот 3-4 года назад, когда помнишь, причина... Я не хочу озвучиться, понимаешь? Это не моя история. Я не хочу и тебя, чтобы клеймо это было. Потому что была разная тусовка... Ой, что, что она после рехаба, и чё? Послушай меня... Кто в рехабе не был? Ты не должен... Девочки, девочки... Еще чуть-чуть, и я разберусь во всем этом. Послушай, нельзя, девочки, это тоже ставить какие-то клеймо. Послушай меня. И когда была поддержка, то есть, да, были такие вопросы, да, были такие разговоры. Давай, Катя, давай, Котик, давай с тобой поговорим. Но ты все равно как-то отдалялась. И я отдалялась, соответственно, потому что у меня немножко другая была история. Это нормально. Люди дали какой-то офигенный промежуток времени совместного. Они пообщались, и они общаются. Звонок всегда мой есть. Номер всегда мой есть. Можно позвонить. Как ты это и делаешь? Блин, очень странно то, что мы сейчас обсуждаем какие-то ваши личные истории. Если мы пришли посмотреть на конференцию Хилми и Влада. Да, но я привожу момент, как это первый человек, которого он использовал. Хорошо, а ты кого используешь? Дашу Корейку. Но это правда неправильно. Слушай, знаешь, как это выглядит? Ну, можно я тоже скажу хоть слово один? Ты говоришь. Я тебя никак не оскорбляла. Ты знаешь, что к тебе я хорошо отношусь. Я не знала. Ты когда сказал то, что Владос х**, это было нормально, мне как надо было реагировать? Эта ситуация вся, тебя и Владоса, знаешь, как выглядит? То, что ты раньше на какие-то уровни был его выше. И ты чувствовал какую-то власть. Не перебивай. А потом ты увидел, как Владос в силу своей харизмы сейчас вырос и преобладает себя как единственная личность, которая ни от кого не зависит. Ни от Даши Корейки, ни от Игоря Синяка, ни от кого. Тебя это раздражает то, что ты приводишь факт, что он использует кого-то, хотя сам. И ты говоришь, вот он опозорился там, вот опозорился там. У меня вопрос к том, что с Лианой, как он использовал человека, просто я знаю человека, как он умеет подавлять более младших себя людей и по психике слабых. Подожди, я про Лиану сейчас. И человек умеет это делать, и человек даже если стал подниматься, он забыл, с кем он был внизу, и с кем он общался, с кем он смеялся, получал удовольствие в плане смеха жизни. И он просто ее оставил за бортом. Да иди ты там вот с какой-то компашкой, что-то там поделай, попей пивка на ЦБ, а я вот туда, к высоте. А что ты не можешь как подругу взять? Почему даже, вы говорите, я Дашу использую, или Дашу меня. Это их дела. Нет, подождите, я хочу сказать, как он использовал. Он оставил ее? Ты же мог ее взять? Это он. Лиан. Ты за это хочешь его убить можно? Нет, Лиан, вот, ты понимаешь, мы как друзья, давай снимем видос, давай я тебя отмечу, ни разу ни одной отметки. Давай как-то поднимемся в блоге. Ты моя подруга с детства, мы с тобой вместе начинали. Но человек просто сказал, на, использовал, до свидания. Пошли использовать Андрея Петрова. Габар, знаешь, как это выглядит? Он просто привел своих каких-то друзей, которых мало кто знает, чтобы сказать, вот, это Лиана, познакомьтесь, такая-то история, ее надо пожалеть. Следующий человек, все. Мало знает. Спасибо, что объяснил старику. А можно, пожалуйста, я скажу? Да, понял. Мне сейчас очень неловко, потому что, по факту, вот, я сейчас наблюдаю за этим всем. И немножко, вот, такое ощущение, что вот, все, о чем вы разговариваете, вся эта ссора, она абсолютно ни о чем. Я, на самом деле, наверное, здесь немножко... Я... Это первые аплодисменты! Такого давно не было! И я, на самом деле, наверное, здесь немножко лишний. Я хочу сейчас уйти, но вдогонку хочется сказать, что, на самом деле, Хилми, его образ в интернете и то, кем он является в жизни, это абсолютно разные люди. И знаю Хилми, я как очень доброго и милого парня. Но, к сожалению, мне кажется, я здесь абсолютно лишний. Все вот то, о чем вы вот сейчас обсуждаете, вся эта ссора, она абсолютно ни о чем. Так что желаю всем удачи. Игорь... Нет, это не правильно, если ты уйдешь. Давай досидим, поговорим спокойно. Слушай, стой, подожди. Игорь, первый раз я тебя увидел вообще в своей жизни. Могу сказать, что выглядишь просто сумасшедшим. Спасибо большое. Аплодисменты. Игорь, стой. Игорь. Сядь. Сядь, моя девочка. Сядь, мой родной. Вот, вот. Сядь, пожалуйста. Сейчас будет наша с тобой история. Продолжай, говори. Прям сразу говори, что нет. Смотри, Игорь, здесь все в таких легких весовых категориях. Давай им покажем нормальную весовую категорию. Я тебя вызываю на бой. Мы с тобой в тяжелых весовых категориях. Но я никогда не буду бить девушку. Но я буду парнем для тебя. Здесь уже, видишь, не бинары всякие. Я на самом деле думал насчет Голышева. Я за Голышеву, слушай, не вопрос. А тебя нет. Я тебя очень люблю. Голышева реально звезда. Никогда. Вот так, ребята. Мы поехали играть в свадьбу. Хотела обратиться к человеку, который только что сказал… Представьте из них, пожалуйста. Меня зовут Ася, я тикток снимаю. Хотела бы обратиться к человеку, который только что сказал, что Хилмой позвал друзей, которых почти никто не знает. Друзья – это не всегда те люди, у которых есть медийность. Охваты – это приходящие и уходящие. Сегодня у вас охваты 5 миллионов, завтра у нас охваты 5 миллионов. Я не думаю, что стоит судить людей именно по охватам. Никто и не судил. Никому не про это вообще говорил. Никому неизвестных друзей. Было не в этом. Я же не сказала, ты привел людей, которых никто не знает, у которых мало подписчиков. Вот для этого. Ты сказала, что никому неизвестных. Я это сказала к тому, что у тебя конфликт с Ладосом, а ты просто говоришь о девочке, о их личных конфликтах, которые они должны решать за дверью. Которые он использовал. Господи, да, с чего мы это здесь обсуждаем? Подожди, чтобы люди знали, что этот человек пользуется. Тебя знают все как человека, который пользуется Дашей. Я не знаю как человека, который пользуется Дашей. Я просто на самом деле, когда вот мне кидают какие-то разные фотографии или видео, какие-то твои комментарии. Еще раз говорю, я никого не комментирую. Даже когда бывший мой друг Андрей может как-то меня прокомментировать. Ты же использовал его. Послушай меня. Когда еще какая-то история меня комментирует, я на это никак не отвечаю. Почему? Потому что не считаю нужным. А вот теперь я скажу так. По поводу даже той же стенки. Ну я вот высказался, понимаешь. Ну потому что правду так считают. Счастье. Ведь еще раз тебе говорю. Вот мой тот контент, который был в шестнадцатом, семнадцатом году, он там и остался. Я вот делаю какое-то свое, понимаешь, дело проекта. Еще раз тебе говорю. Есть какие-то факты. Еще раз тебе говорю. Делаем свое. Я тебе про другое говорю, ты понимаешь? А ты зачем-то сидишь и при возможности, каждый услышав Дашу корейку, тут же я надо завстрать. Послушай, а теперь вставьте. У вас, получается, есть два аргумента. Это тикток двадцатого года. После. Это была ответка на вашу историю. И еще вторая история. Уже не про Дашу, а конкретно про тебя. Да, что ты мне просто не про Дашу. Тоже после каких-то ответок. А теперь вот найдите в интернете ситуации, в которых Хилме очень нелестно ко мне отзывался и относился. Ну вот просто найдите это в интернете. Скажи, я тебе факт привожу, а ты не можешь допускать. Найдите в интернете. Хорошо, в инстаграм историк ты очень часто меня как-то комментируешь. Вообще тебя не упоминал в своих инстаграмах. У нас на пушке был выпуск с тобой. У нас на пушке с тобой выпуск был. Ой, вспомни, пожалуй. Выпуск на пушке. Что я там сказал? Что мы не хотим обсуждать? Что это не рука? Я не знаю, что он делает. Я сказала о том, что об этом человеке. Очень сложно в фактах сходиться, когда п*** на каждом шагу. Да, Хилме? Давайте я скажу, что вот у меня недавно, буквально вчера был Хилме в гостях. И естественно все вопросы, во-первых, для Хилме, они были в рамках кого-то. В рамках Даши. Потому что о Хилме, к сожалению, не пишут вообще. Но когда вопрос зашел про Владоса, ну вы просто это можете потом вставить. Там был такой п***, такой понос просто. Я тебе п*** вот так морду на ринге, что ты п*** ешь. И честно скажу со стороны, я не за Хилме, не за Владоса. Я скорее всего за Лунаком вот из всех здесь присутствующих. Как бы я за нее. Но такая помойка, которая лилась на Владоса из уст Хилме, я ни от кого вообще не слышала. На ринге я тебе пихну п*** рукой, и ты поймешь, кто здесь кто. В общем, об этом высере не хочу говорить. Паленка накрутила миллион триста подписчиков. Какие-то гивы за счет Андрея Петрова вылезла. Из себя ничего не представляет. Фейк у п***. Как сказала Роза Себитова. Мы еще с Наташей на твоем интервью поговорим на эту тему. Потому что, я тебе говорю, сам факт того, что... На этот момент уже можем обсудить. Так это была ответка на стенку. Хорошо, все. Конечно. Он поливает меня на стенки, я поливаю его у тебя. А ты на пушке до этого его поливал. Я там не поливал, я сказал. Было, 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 я помню. Ты сказал то, что... Ты его Владленой назвал вроде бы. Ты сказал, я об этой лично... Ты прям очень сильно засрал, что мы там большинство даже не вставили. Ты у меня такой, такой репутации врагу не пожелаешь. Я надеюсь, что вы намного больше и глубже поняли. Потому что за такой короткий промежуток времени, честно, я не понял всей картины. Я старался. Честно. Я увидел... Давайте я... Блин, пожалуйста, ну не перебивай хотя бы. Я понял, я понял. Но ты понимаешь, б***ь, сейчас будем стоять на ринге и бить друг другу морду. И это не катит за причину. Это похоже на обиды. Все обтирают меня периодически, моя подруга. Значит, надо было сказать так. Ты... Меня оскорбил. Да нет. Потому что это было... 7 рублей корейка. Куча... Информации использовал. Потом моя подруга... Так все факты привожу, что человек дно... Днище. Я скажу честно. Я... Я стараюсь быть абсолютно независимым человеком. Я... Я вас всех знаю, естественно. Супер быть углубленным в контенте вашем. Это нужно жить этим, чтобы понимать эти перипетии. Конструктива в твоей речи по мне нету. Вы не понимаете ситуацию то, что вас засирает какой-то чел на каких-то интервью. И вы не понимаете, что я только что объяснил. Человек сидит на интервью любых. Засирает меня. Говорит... Говно, мерзкая постилка. Я тебе даже не вспоминаю. Мерзкая постилка. Ребят. Я понял. За это я хочу с ним поговорить на ринге. Все. Все. Окей. А факты, которые другие вы говорите, я привожу. Я привожу, как человек дно, днище опущенное, которое использует людей. Так это никому не интересно. Как это не интересно? Это интересно. Все. Так это интересно. Могу привести сюда тоже людей и сказать, что ты их использовал. Приведи. Минута слабая. Так у нас с тобой круг общения абсолютно разный. Потому что ты не можешь никого привести. А я могу привести кого-то. Минута слабы. Юли Форекса. Пусть говорит, ему нужны подписчики, ему нужны зрители. Минута слабы человека, который использует людей. Лиану Гобозову, Андрея Петрова ходит по головам. Выезжает за счет Дженни Эванса, за шуток Лианы Гобозовой. Такая мразь прям растет. Если бы не Андрей Петров, его бы никто не знал. Но из миллиона... Сколько у него там подписчиков? Накрученных. 60% накрученных. И этот человек знает об этом. И видишь, он психологическую... Он сразу психологическую тему... Это правда? Накрученных? Естественно, конечно. Психологическую тему включается и скажет, конечно, это правда, это накручено. Так, посмотрите, у него миллион семьсот лайков подписчиков и пятьдесят тысяч лайков на фотки. Ну, чем больше подписчиков... Пятьдесят, это нормально, просто... Ну, хорошо, но даже не сто, даже не двести. У тебя сколько? В моменты активности, когда он делает контент... Нет, Владос, у тебя на все и сразу улыбка. Хорошо. Хорошо. Ребят, давайте, я честно говоря... Набей... Давайте. Во-первых, набьем... Ну да. Но вначале давайте вопросы из зала. Я думаю, может быть, он немного развеет обстановку. Давайте, я хочу. Хорошие ребята, красивые такие все. Давайте аплодируем вам. Какие молодцы вообще сидят. Сколько часов. Влад, скажи, вы очень хорошо дружили с Андреем Петровым. Да. А потом поссорились. Изначально это... Твое решение такое было, потому что ты подумал, что это было бы выгодно или была какая-то обида все-таки? Послушай, ситуация заключалась в том, что у нас абсолютно давно поменялись... Не то, что... Окружение — это да, это факт. У нас абсолютно другая политика мышления. И никого как бы конфликта такого как бы... То есть он ничего про меня не говорил там, да, ничего такого не было. Нас просто развела жизнь. И когда уже были вопросы про Андрея, да, и про нашу какую-то взаимодействие, про нашу историю конфликта, я ее высказал. Также не в апсерной форме, а вот как спросили. Были вопросы, были ответы. Конструктивные. Без апсера, еще раз говорю, а с благодарностью. Это дружба, потому что по факту... Я говорю еще раз, это... Чудесные были времена. Это было весело, как и с Лианкой Гобозовой, как и с Андрюхой Петровой. Это все было. Но жизнь идет, меняются, еще раз говорю, интересы и пути, как нам... Знаете, вот у вас многие были отношения, да? И мы с многими расставались по своей инициативе. Потому что понимали, что вот мы, сука, отдали самое лучшее этому человеку и получили взаимно. То есть это взаимно выгодная была история. И мы расстались. Но мы благодарны этому человеку, да. Но почему? Есть там та-та-та-та. Вот такая вот история. Но у тебя на все один ответ. Хорошо. Нам было хорошо. Влад, вопрос к тебе. Когда вбиваешь в Ютубе Владос Мироз, первым делом высвечиваются ролики с твоим участием на стенке, пушки и так далее. Только потом уже высвечиваются ролики с твоего Ютуб-канала, на которых максимум просмотров 15-30 тысяч. Ты не считаешь, что сейчас людям неинтересно наблюдать только за тобой одним? Ставится такой момент, связанный с интервью. Он и вправду набирает огромное количество просмотров. Это факт. Ну и давайте так. Продакшн, когда выпускают ролик, им очень важно, чтобы этот ролик залетел. Потому что есть рекламодатель, ну сами все понимаете прекрасно. Чтобы этот ролик окупить. И естественно, когда идет тема, понимаешь, актуальная, да? Например, 40 друзей. Это же как может быть еще актуальней, понимаешь? Конечно, надо будет вваться в топ. Но если, например, смотреть старые мои ролики, там, 700 миллионов. Есть такие просмотры. И на самом деле очень интересно работает вообще с этой платформой, потому что… Семьсот миллионов ты сказал? Нет. Ну тысячи. Ну как бы, знаешь, пока вот не настолько. Я напрягся. Не переживай. Вот. Смотри, даже на самом деле все очень интересно так расфорсилось. Это же, получается, вот мой контент, который я снимал на Ютуб, и до сих пор дам. Да, я его снимаю. Да, меньше. Конечно, меньше. Но сам факт того, что это потом все вошло в ТикТок, если мы вбиваем Валдос Мирос хэштегов в ТикТок, мы видим, сука, 800 миллионов. Миллионов, да. И я имею на своем аккаунте всего лишь 750 тысяч. И мой фан аккаунт даже больше нет. Почему? Ну, потому что я в ТикТок малость. У меня всегда Луна говорит, Влад, Эв, она говорит, надо больше, больше, больше. Она все время мне помогает монтировать эту вашу историю. И сейчас я там пытаюсь какие-то там ТикТоки снимать, и это все заходят на огромное количество просмотров, потому что меня уже все знают. Но сам факт того, понимаешь, что первое это интервью, мне кажется, это все нормально. Ну вот это часто такое бывает. Но вопрос про то, что ты не набираешь как один личность. Ты говоришь, мне заявлял, что я за счет Даши Корейки. Но я хочу сделать поправочку. Когда мы поругались в первый раз очень серьезно с Дашей, она ушла, как бы уехала к себе в город. Я набрал себе 450 тысяч подписчиков без Даши Корейки, чтобы так люди понимали. И ТикТок у меня вырос до двух миллионов без Даши Корейки. Я снимал активно, интенсивно сам и с Молли Молоко. Мне просто говорят, что Даша предала мне медийность. Тебя это цепляет, я это вижу. Просто про то, что Влад говорит, ты и ничего не представляешь из себя. Я вообще не представляю ничего. Тебе даже говорят люди, которые ведущие проекты. Влад же сам из себя, видите, видео набирают 15 тысяч просмотров. Это неправильно. Пять секунд, смотрите. Как это? Во-первых, вопрос туда адресован, ответ получен. А я хочу тоже ответить. Да, хорошо. Я скажу тебе, как ты думаешь, почему общественное мнение, я не побоюсь этого слова, сложилось так, что многие думают, что ты используешь Дашу Корейку. Ну, пускай так сложилось, значит, пускай так сложилось. Обоснованные ответы. Ты каждый раз пытаешься. А сейчас ты скажешь именно это? Нет, я ответил на то, что Влад мне предъявляет, что и Луна, что я без Даши никто. Но, по сути, я объясняю, что я без Даши набрал этих подписчиков. И мои стримы, между прочим, сейчас в ТикТоке считаются самыми популярными по просмотрам и вообще по мэмам. Мужик, ты должен расслабиться. Нет, я расслаблен. Владос Мироз говорит, все пытаются мне сказать, ты ничего без Даши не стоишь. А когда Владу говорят, что он сам из себя ничего не представляет, как единица, один человек, это тебе вопрос задали. Спросили, не утвердили, а спросили. Нет, как один неинтересен спросили. Я тебе, как просто подписчик Владоса, говорю о том, что все его знают. Я тебе говорю, как изначально, как подписчик, я его знаю по влогам, когда он ставит камеру около окна и на кухне что-то снимает. Его аудитория знает как человека, который общается со своей аудиторией, не снимая кого-то постоянно, а разговаривая на камеру о своих проблемах, о своих переживаниях, шутит. За счет этого он известен. Тебе даже человек, ведущий своего шоу, говорит о том, что не было ни одного толком вопроса, касающегося тебя, тебя одного. В этом-то и проблема. Никто не говорит то, что ты неинтересный как один. Все знают просто тебя за счет Даши. Потому что Даша приходит на шоу и врываешься ты. Ты говоришь, что так не делаешь. Так было на стенке, на пушке, на других шоу. Вопрос к обоим, сладуськи. Я на самом деле поражен очень тем, что ну вы вообще не очкошники и вы ходите без охраны. И исходя из этого до вас могут докапываться такие ребята, которые еще что-то не поняли в 21 веке. Поэтому такой вопрос. Часто ли к вам проявляют агрессию? И как вы с этим справляетесь? Мне сейчас сколько? 22 года. Как вот два-три года я снимаю этот контент, который связан на ютубе с тиктоками. Блин, ребят, я реально хожу без охраны. Хотя есть объективная финансовая возможность, есть люди как бы, да, есть все для того, чтобы это делать. Но мне просто это не надо. Я объясню почему. Ко мне подходят семьи, которые я уже даже общаюсь с ребятами. Ребята, там, гетерос, да, то есть семья, дочка, мама, папа. И это абсолютно разные там социальности. Они говорят, Влад, мы смотрим, это смешно, весело. И тут вообще вопрос, понимаешь, не в какой-то моей там прикольности. Это сам факт того, что люди, понимаешь, чувствуют смех, веселье, и это их заряжает, веселит. И поэтому, понимаешь, сколько раз мне подсказали, даже кавказцы ребята говорят, Владос, блин. Вот только что вопрос ответ отвечал, браток, туда-сюда, там, будешь там, пиши, звони. И так постоянно. Ты понимаешь, и даже когда у меня была сейчас встреча, у меня, во-первых, не было заявки, то есть, да, ну, как это, люди делают заявки, они приходят либо по сайту, а либо напрямую уже к клубу. Ребят, не вообще никого просто, то есть все Владосов с плакатом. Это вообще такой феномен. И я, знаете, я настолько горжусь вот за себя сам, что я такой человек, и что у меня вот такая аудитория. Вы просто самый-самый, я вот самый-самый счастливый по этому человеку. Понимаешь, я делаю этот контент, я кайфую, я вот это не позирую, да, и просто наслаждаюсь этими людьми. И все. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, спасибо, дорогой, господи. Смартфон упал. Нет, на самом деле это хорошо, что Владоса... А расскажи, это... продается к тебе и к Дашу тоже. Мама написала. Потому что я слышал... А, дай сейчас расскажу. На драке. Это хорошо, что у него, он, ну, не попадает, либо у него нету таких. Потому что, на самом деле, блогеры, такие люди, публичность, это очень страшно, на самом деле. Опасно потом, может быть, просто социофобия, вообще никуда не выходить, сидеть дома. Это классно, что на него никто не нападает, на самом деле. У нас просто... Мы просто попали с людям, которые тоже микроблогеры, там, две тысячи, три тысячи подписчиков, которые ищут хайп, грязь. И у нас был инцидент с перцовкой, все видели, да? Корейка, пару слов подписчикам? Нет. Привет, здорово, пацаны. Руху пожми по-братски. Ну че, руху пожми. Корейка, скажи, что они подписчикам. И когда человек подошел, просто уже с включенной камерой и уже намеренно, типа, давай скажи там то-то, скажи моим подписчикам то-то, и потом, когда мы сказали нет, человек сказал, ну типа, оскорбил Дашу, да, тем моментом, что привет, пацаны, типа, мы готовы это слушать прикол от близких друзей, а не от людей, которые просто подходят с негативом, с ненавистью, с натиском. И когда он спросил, давай протяни руку, я ему скажу, уйди, уйди, пожалуйста. Ну вот нормально, прям стою там видно, слышно, уйди, даже тихо, не ору, ничего, как я это могу делать. Человек не понимает, начинает дальше провоцировать, привет, пацаны, ну че, ты пожми. Слушай, извини, то есть получается, я все это время оскорблял. Что именно? Нет, там было оскорбление Даши, я говорю привет, мужики, давайте, пацаны. Нет, потому что, послушайте, если это ко мне так сказать, окей, но там Даша была, девушка, он прошел такой, он прошел такой путь, он вообще, он вообще ничего не знает, кто-то про гендер и все остальное. Понял, понял, хорошо. И ее это задевает, и меня это задело еще... Даже этот случай не заставил вас охранного взять? Нет, и меня задело это еще больше за нее, потому что мне обидно, когда ее кто-то обижает, и я типа разобью, я просто про то, что я достал перцовку, мы вместе с ней достали, как-то мы думаем просто одновременно, она не успела, и я и не хотел вроде пшикать, и автоматом просто нажалось, ну уже вот типа все. А почему там многие считают тебя агрессором? Не скажешь? Ну я же достал, потому что люди, которые подходят уже с негативом, я должен к ним с позитивом. Нет, были ситуации, когда мы просто, да, ребят, типа, мы уходим, типа, ну все, типа, посмеялись, убежали, типа. На самом деле это ненормально, когда ты ходишь, и в итоге у меня потом две недели была какая-то хуйня, типа, я не хотел выходить никуда, ни на улицу, потому что у меня было ментально подвешено, ну мое состояние, что кто-то подойдет сзади, что-то еще... Просто страшно было бы сказать, да? Ну не то, что просто... Нет, я не боюсь, ну да, хотя у меня свой пистолет, газовый баллон, типа, перцовый баллон, и это ненормально. Они потом просто пошли, купили где-то перцовку за 30 минут или за 20, как-то нас нашли, снимали это все на камеру, заранее уже шли, и говорили давай там это, потом они хайпили, но в общем-то не суть. Конечно, страшно ходить иногда, потому что у Даши, допустим, да, у Ладоса есть своя аудитория, но у Даши она в разы больше. Ну, типа, настолько, что ее знает какой-нибудь просто взрослый мужик. Да, я видел ее актив. Скажи, а вот пистолет у тебя с собой? Нет. Ну, а как-то, я на самом деле, честно говоря, мне сказали, что меня встретит охранник. Ну да, так и было все. А можно я скажу то, что на самом деле, Хилме с Дашей ходят, они действительно гуляют по торговому центру, и к ним действительно подбегают люди, могут просто нагнать какую-то дичь, их оскорбить, и Хилме чаще всего, ну, в 90 процентах так и бывает, то, что он действительно защищает Дашу, и он потом чаще всего только он один получает, потому что он ее защищает. И вот с этой стороны ты немножечко неправильно говоришь, ты объясняешь всю ситуацию, но хочется услышать то, что действительно на них нападают очень часто. Я прекрасно понимаю, что, в принципе, Москва и Петербург это более-менее еще безопасные города, зная вашу медийность, потому что в других городах идет даже агрессия на меня за то, что там у меня крашеная борда или просто сережки, не говоря уже о вас, поэтому я прекрасно понимаю, спасибо большое, хороший вопрос, отличные ответы. А поапланируйте. Спасибо, мужики. Хилми, вы с Дашей называете себя сестрами, почему же она не пришла тебя поддержать? У Даши в последнее время очень много съемок, она принимает гормоны, и у нас вчера была съемка, сегодня у меня, послезавтра большая обложка легендарная, как бы, и у нее был стрим недавно, три дня назад, очень много наваливается, она в этом плане слабая, вот, и она не может выдержать. Тем более, если бы она сюда пришла, все внимание было бы к ней, а это не нужно. Мы как бы иногда по отдельности, я это я, Даша это Даша. Даша здесь не должна присутствовать, потому что здесь все внимание, акцент на меня, не на Дашу. Чтобы не говорили потом, везде с Дашей, Дашей, благодаря Даше, нет, здесь я. Да. Да, хорошо, спасибо. Мужики, смотрите, у меня к вам такой вопрос. Мужики, вы достаточно яркие, выразительные. Оскорбляет или нет? Нет. Нет? Ну, мне не нравится когда-то. Не нравится. Слушай, а мне по фану. По фану. Нет, ну хотя бы парни, либо ребята. Ладно, ладно. Ребята, вы достаточно яркие, достаточно популярные, вас знают многие. Соответственно, у вас скорее всего есть друзья, которые скрывают то, что они с вами дружат. Задевает ли это вас? И если задевает, то могли бы вы рассказать, кто это? Я немного не понял. Так они скрывают. Понял вопрос. То есть... Короче, я тебе расскажу. Есть ли друзья в нашей компании, которые... Стесняются дружбой? И нам нужно тебе рассказать. Да. Есть друзья, с кем вы дружите, но они стесняются это, вы чувствуете это. Слушай, я с такими людьми не общался. Может ты идешь, а он в 5 метрах за тебя? Нет, ни в коем... Слушай, я с такой... Слушай, нет. Это же оскорбительно. Это же история про такую... Если есть такие люди в компании, значит это не твоя компания. Значит эти люди априори уже не достойны находиться в твоей компании. Если человек принимает себя, то он начинает принимать себя безусловно. Ты блогер, флюенсер, репешник, понимаешь? Это вся история про одну комьюнити, моя хорошая. Целый, целый, другой необъятный мир. Да это понятный мир мужчин. Чтоб непонятно. Других мужчин. А ты бы с кем вышел? Ох, в первую очередь, знаешь, я думаю, надо кому-то неприязнь. И знаешь, есть два вида неприязни. Один вид, это необоснованный. Ты внешне видишь человека, ты думаешь, б***ь, мерзкий. А потом оказывается нормальный человек, да? А потом оказывается в 99%. Да. А другой, это когда конфликт какой-то происходит. У меня нет конфликтов, потому что, по-другому, мы общаемся, мы работаем, знаешь. И у вас какие-то отношения очень близкие, переплетающиеся. Вы можете друг друга задеть лично и так далее. В сфере Ютуба, где работаю я, есть только деловые отношения, есть коллаборации и нет такого глубокого погружения в личную жизнь. И я думаю, что это хорошо, честно говоря. Не, а с кем бороться такая, да? Все сепарировать, да? Сказать, что с кем бы я вышел, наверное, если быть честным, я бы с кем-нибудь вышел, чтобы, ну, только одна причина, может быть, наверное, хайпануть. Ну, вот с кем? Из визажистов мужчин. Из визажистов мужчин. Ну, наверное, с Игорем вышел бы. Но это было бы фановое. Вот это как происходят здесь дружеские встречи. Нету агрессии, как у Кати Голышевой, которой мы все прямо, когда она себя разодорила, и вот это настоящая битва. Но она по натуре самая. Эта девочка, она прям такая злая, да, какая-то? Она не злая, она просто вовремя умеет настроиться и просто не может... А, нет, она по натуре, она в интернете, все хайпануть, чтобы все плохи. Так, и следующий вопрос. У меня вопрос к обоим. Как вы думаете, влияло ли как-то то, что вы оба росли без отца на то, кем вы являетесь сейчас? Ну, это, конечно, сложный очень момент, потому что недостаток, вот, ты знаешь, стены мужского внимания, да, когда ты мальчик, ребенок, и когда ты понимаешь, что тебе по факту, поистине реально оно нужно, а его нет, это очень сложно. И я скажу так, это, мне кажется, это сделало меня сильнее, но я думаю, что если у нас такая похожая, это сделало нас сильнее. И вообще, дети, которые растут там, без одного рода, это намного сильнее делают, то, что мы уже, знаешь, такие закованные, прокованные. Прожженные. И, как, знаешь, вот эта каменная стена. У меня очень много друзей, которые живут в семье, там, у них полные, да, и вот они выходят в взрослый мир, и им очень сложно, потому что там обмана. Знаешь, а когда человек уже понимает, что вот там есть папа, да, там, да, но тут вот как вот так сложилась, да, ситуация, что вот, ну, разошлись люди. Очень сложно, конечно. Ну, тяжело на самом деле, потому что, как бы я не строил из себя такого, ну, я на самом деле сильный человек, в маму весь такой, типа, и я не знаю, что такое мужское внимание в плане отцовства, и иногда мне даже хочется, я прихожу сюда, и мне душа рвется, но я сдержу, мне хочется плакать на самом деле, и чтобы, типа, меня жалели, потому что тяжело это нести за собой, ну, типа, вот эту вот, и я не знаю, как бы мой папа был, чтобы он мне говорил, типа, давай, ты, там, это, так, это пятое-десятое, типа, я не понимаю, что это, я просто не знаю, ну, типа, я не знаю, что сказать. Был бы он, может, он бы меня там избивал, не знаю, еще что-то делал, там, еще как у многих восточных, там, европейских семьях, где относительно тебя бьет отец за то, что ты как-то себя так не ведешь, не так, как ты разговариваешь, там, у меня в детстве вообще был женский голос, я притворялся девчонка по телефону, сейчас он более-менее такой, вот, но тяжело. Сила? Есть сила. И прямо сейчас мы узнаем, с какой силой вы бьете. Добро пожаловать к силомеру. Итак, прямо сейчас мы узнаем силу удара Хилме. Уверенный был удар, между прочим. Итак, ребята, прямо сейчас мы узнаем силу удара Владоса Мироса. О, а сильно ***. Сильно нет. Потому что повыше, конечно. Вот, видите. Да не много, не на много, больше. Что на 500 там? 566! Это было необычно, круто, экспериментально для меня. Я, черт возьми, с другой планеты. И на этой планете было безумно интересно. Я желаю ребятам удачи в предстоящем бою. Зрителям советую подписаться на наш канал, чтобы увидеть это противостояние. Ребята берут время на подготовку. Аплодисменты! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok